так показываю одно маленькое ухищрение нет у меня тут останавливался остановилась съемка я не знаю показал или нет смотрите сколько плодов на земле вот сейчас если поднять они абсолютно сладких можно поднять помыть у меня не достигнет абсолютной сладости потому что перезвели и чуть-чуть подвяли теперь вошли в эту съемку или нет это обрезка по железу полностью сто процентов противоречит обрезка общепринят это считается неправильно заставляет делать страшные раны на штампе очень страшно страшно про страшные раны дерево этому этому это мы 15 лет этому 20 лет состоит из двух половинок вот она черешня если не видели настоящую стопроцентно и почти от корня от основания штамба вишня с плодами и так до сих пор плоды висят и все меньше меньше вкус необыкновенный собирать некому сколько предлагал гостям видели мы фильмы говорю ну вы возьмите возьмите и купите саженцы вначале раз за ними приехали вот выслушайте мои советы угоститесь потом возьмите стремянку она тут 10 метров соберите нет никому даже жалко вот так выглядит упавшая даже вот эту имеет величайшую ценность и как косточки и как чисто сладкие плоды можно собрать помыть и кушать мои заелись а большинство никогда не попробовали больше не попробовать почему еще раз потому что вся европа уничтожает вишни в первую очередь вишни оказались самым слабым звеном вся зверенная технология направлена на уничтожение вишен благодаря первой обрезке на концу ну дальше деградация обрезка роста и связи это уже тема не сегодняшняя хотя лучше послушайте меня так показал или не показал и так вот эта штука это шелковица которая свисывать соседа 90 процентов досталось плодов им а спасли сейчас если постоять она должна закрутиться вот эта штука болезнь он пытается 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 болезнь дуновение ветра давай покажи свои способности в этом году я шелковица правда больше соседям досталось вот соседям знаете почему потому что моя сторона вся обрезана корм прокормы ради я здесь 10-20 посылок продана с веточками вот и себе заготовлял листики на борьбу с сахаром а закрутилась все я не обманщик видели все вот эта штука возможно спасла совет не полноценный один год еще ничего не говорит но в этот раз урожай птицы не съели совпало не совпало но с этой штукой я не скажу бывает вертица бешено чуть-чуть ветерок идем дальше вот это я взял с собой и если первый фильм сразу отключился я ля-ля-ля не заметил то я бы этого не видели мы стоял возле груши груши гигантской подмосковья и поднял ее земли там оставалось четыре штуки две висела две упала так смотрим дальше что нас может интересовать здесь сейчас мы с вами продолжаем обход там где я наш бросок буду стараться быстрее идти от одного сада другому саду значит что мы тут имеем вот это все подготовка ко второму фильму вот она не упади ко второму фильму значит пока просто посмотрите на это розмарин яблоню розмарин яблоню и это голден делишес который никто специалистов за голды не признал я взял тогда назвал назло не другом оппонентом голден железово а жалко что ли все равно ученые сюда не едут пусть бы тут спорили со мной а фильм будет вот о чем о эволюции скучноватый но вкусный о эволюции пойдем дальше так идем идем тут приготовлено ведро соберу последние груши среднерусские вот они вот уже немного осталось пол ведерка соберу вот на дереве висят все еще ждут гостей хоть чем-то угощать видите вот вот они последние вкусно невероятно а это на семена идем дальше значит небольшой обход показать а 28 сентября лето задержало сегодня днем будет не поверите обещали плюс 16 значит будет все 20 а ночью было ноль потому что я поднял когда несколько груш до них была изморозь значит ноль был вот это вот самое удивительное что по моему на дереве ничего не осталось это еще повезло последние для чего она нужны дело то что произошло удивительная вещь вот прошлом году ковром лежали не собрал даже пятую часть на семена семян собрал ну может быть штук 300 а кому они нужны хотя и долблю долблю что это лучший подвой для средней россии у него родственница это уссурийская груша дикая одна из двух и получается что эти вот со стороны посмотрим да уже все упали а сколько упало знаете в этом году было ведро полтора против сорока ведер в прошлом году вот и в том году все сгнило в этом году уже казалось бы да кому не нужны это ведерко кое-как выковырили и вдруг бах мне 400 штук 400 штук по 20 рублей штучка 8000 ну хорошо бы цену сбросил обязательно вот еще раз полюбуйтесь на нее вот это сварок все сбросил бы обязательно но дело в том что все равно получается взял бы человек прошлогодний а куда бы он делся например за полцены и мне бы пусть и 8 на 4 тысячам досталось вот теперь идем дальше теперь мажем бросок вот здесь уже яблоки лежали но уже так погнили что уже смотреть не на что так вот абрикосы могу показать только прошлогодние косы до сих пор ковром лежат какие-то взошли попали под косу большинство просто лежат чего-то ждут посмотрите на приросты просто надо смотреть вот отсюда внимание видите вот здесь была обрезка вот она теперь смотрим вверх скелет это середине этого года вот и так два метра видели два метра видели сейчас объясню в чем секрет и феномен два метра видели так ну тут полтора метра видели так но здесь метр видели вот это все прививки им третий год пошли это самая лучшая сорта в европе какие могут вообразить плоды до 130 грамм я надеюсь что вот это дерево в частности плоды будут 150 грамм лично привез украины так вот в чему я говорю итак посадка на холмы я не имею права пройти мимо не сказать холм 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 отсюда долголетие вы представляете до сих пор берут огромную яму лучшем случае садят заподлицо землей а это яма размером почти метр на метр на метр обязательно провалится с этим метров на вас 30 и прощай вася помните прощай вася и так на всей стране особенно абрикосы и груши прощай груши прощай абрикосы вот и они командует на федеральных каналах у меня так вот сейчас бы такое слово хотел сказать ну или как это заговорил в кинофильме как он назывался ага кинофильм назывался извините раз говорился председатель бабы зажмите уши и дальше целую минуту беззвучный этот рот открывал что это и вот получается что что мы имеем то имеем обычно да прижились да садил сильнейшая обрезка потом сами видите что и на третий год вот они вот они просто на третий год представляете вот это вот чудо мощь какая пусть не сразу но на третий год и здесь росла груша кстати сварок уничтожил потому что некуда было девать груши а а место нам страна не дает чиновники поэтому пришлось выпилить одну грушу выпили вторую грушу и один из секретов если уже сад старый обновляете после семечковых садите косточковые после семечковых садите косточковые и тогда работает совсем другой механизм имеется ввиду что почва устала от груш а табрикос не устала так все идем дальше значит еще секунда и пойдем так длинный получится фильм может на два разобью смотрим сюда не могу пройти еще раз раз навсегда проклинаю зарекаю вот не хочется жить в стране дураков вот этот идиотизм сейчас еще задержалось лето вот это все листья упадут участок большой и какой-то когда-то назвать его умными я не могу уже точно сказал вот здесь зиму и самые страшно насекомые они сожрут ваши деревья они сожрут ваши фрукты листья все сожрут берите эти грабли выгребайте и сжигайте вот внимание как всегда десять двадцать тридцать советов беру любой совет говорю все наоборот не лезьте не ваши не смейте это все упало первое упало дико уссурийская груша вот она эти еще зеленые это все принадлежит груша это не ваше руки прочь если вы когда-то наука создадите новые учебники я бы создал кому кому я нужен вот вы там будете писать так дети дорогие когда вы подходите во время листопада вот и вы хотите хотя бы один листик он не ваш взять на гербарий попросите у дерева прощения за то что вы лишили его дерево может и не заметила бы один из десятков тысяч листов упал вы убрали но это принципиально это не ваше вот видите на место это не ваше весной тут ничего не будет все идет переработку черви микориза грибы все будет переработать не убери руки прочь я уже 20 лет 25 лет толдычу с ума посходили каторжный труд за что даже заметьте не зачем датчикам особенно пенсионерам не зачем это делать а за что вы их так ненавидите и листья и пенсионеров а как я высказался не могу иначе у меня вебинар будет воскресенье я вот эту щелкнул вот эту еще там покажу вдруг там будут другие зрители не обижайтесь кто второй раз услышит это важнейшая тема еще раз говорю весь мир сошел с ума выговорился вот она 40 с лишним ветер в прошлом году в этом году отдыхала жиденький урожай а всего-то жердель герсонской области привита на манжурский абрикос под вами сибирь покорена манжурский абрикос тот самый патриарх это находка для всей науки а попросил только один его директора мерзко института ваулин только один вырастил сад представил как сенсацию вот из моих сеансов с моей технологии этих ноги знаете какая ничего не делай вот молодец преподнес как сенсацию забыл про железо вот так всегда делается зачем делиться славы зачем брать было в эти чуть не сказал собутыльники в сообщики не надо было взять просто соб в эти садокладчики всего-то не требовал ничего никаких гонораров ничего только скажите что это все придумал и вырастил железо и вы пришли на готовое а гражданин ваулин вот персики вот эти которые видите сейчас я залезу карманы а я же снял целогрейку еще будет два оставляем навсегда два вот эти приглядел это племянница вращает здесь грядка здесь почва похоже я вам показывал грядку с этим школку с персиками два раза лучше этих вот а здесь плохо пошли но я выбрал 4 лучших два уже пометил еще два помечу вот этот и вот тот оставляя навсегда но пересаживать буду весной что я буду делать правильно я возьму вот так и коробкой накрою большой поняли да вот ничего с ними не случится под коробкой сверху выпадет снег на коробку вокруг коробки проверенная тактика и так что тут у меня с этим съемка еще несколько минут есть несколько минут есть ну давайте я уже дойду я там правда уже был если осталось что-нибудь потому что у нас а что-то осталось вот это вот вот это вот а слава богу не все сняли гости гости так вот такими яблочками ой надо было брать с собой носить ведро 1-го руки заняты вот это вот чудо скромный носок усы что это правильно теперь шафран ещё раз полюбуемся вот они а вот это чудо вот такой же ладно вот эти поменьше я их оставляю вот это вот я срываю знаете почему вот мне же фильм снимать про 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 развитие ну назовем и тысячелетий развития мои мысли мои рассуждения вот поэтому вот это вот положу на дорожку так потом отключу уже длинный фильм хватит вот это вот а кстати знакомьтесь это опор 600 граммовый спасибо чернобаеву вот горжусь тем что вырастил мои сливы мои эти самые груши шикарные мои персики но вот здесь на виду оставляю чтоб не забыть и мы входим в эту сказку клянусь богом вот здесь вот здесь не будет ни укрыто не прижато как я вам персик показал ни одно дерево здесь растут шикарные яблони привитые видите они уже с мой рост здесь растут или пусть это будет следующий фильм шикарные сливы воды нивенгерки вот это все будет замывать на морозе вот так вот а мы сейчас пойдем угощаться последними фруктами если нам что-то оставили а а а